В эфире информационная программа «Пульс города» в студии Екатерины Иванова. Здравствуйте. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Низ квадратного метра с человека в Заполярье утвержден тариф за вывоз мусора. Дешевле только пешком. Стоимость проезда в общественном транспорте вырастет с начала года. Ноль год и обещают сохранить. В Новый год в Новый дом больше ста кандалакшан смогли улучшить свои жилищные условия. В Новый год в Новый дом более ста кандалакшанских семей смогли улучшить свои жилищные условия и переехать в благоустроенные квартиры в течение 2018 года. Ну а сегодня ключи от новой квартиры получила еще одна наша землячка – Галина Цыганова. Несложно представить, какие чувства и эмоции испытывала Галина Леонидовна Цыганова, когда впервые зашла в свою новую квартиру. До этого женщина не один десяток лет ютилась в деревянной двухэтажке на Кандалакшском шоссе, предназначенной под снос. Теперь вот нашей землячке предстоит обживаться в уютной благоустроенной двушке на Борисово. Благоустроенную квартиру на улице Борисова Галини Цыгановой предоставила администрация города как участницы программы по переселению из ветхого и аварийного жилья. В этом году благодаря финансовой поддержке из федерального, областного и местного бюджета в свои жилищные условия смогли улучшить более ста кандалакшских семей. Для них была приобретена 21 квартира на вторичном рынке. Еще 79 семей получили выкупную стоимость за свои метры в аварийках и смогли приобрести себе квартиру такую и там, где им нравится. Плюс 3 рубля именно настолько в Кандалакше увеличится стоимость проезда в общественном транспорте. Платить больше придется уже с 1 января 2019 года. То есть, если сейчас одна поездка по городу на автобусе обходится пассажиру в 28 рублей, то с нового года за билетик попросят уже 31 рубль. Тариф на проезд или стоимость разовой проездки по городу утверждена постановлением главы администрации. Этим же документом устанавливается и тариф на проезд в автобусах, которые выполняют рейсы на пригородных маршрутах. Разница небольшая, поэтому, ну вот, если посмотреть в среднем, наши пригороды, там, Губчисаяно, Белое море, Ковица, это конечные точки, да, по нашим шутам пригорода. Губчисаяно поездка приблизительно не больше 40, 39 рублей. В максимуме Белое море, там, 87 рублей приблизительно. Ковица, там, 100 рублей будет стоить. 28 было, 31 стало. И в разнице в пригородах он тоже незначительно увеличился. Пассажирам новость об увеличении стоимости проезда, конечно же, не понравится. В администрации тем временем успокаивают. Цена за билет могла бы быть и больше. Если неукоснительно следовать формуле, которая применяется при расчете тарифа, проезд в общественном транспорте мог бы быть увеличен до 50 рублей. А так всего 31 рубль, зато количество рейсов увеличат, правда, за счет коммерческих автобусов. Скажу, из практики нашей, значит, у нас нерегулируемые тарифы их, они есть. Это 1К маршрут, это 5К маршрут, 5А маршрут. Значит, на этих всех маршрутах у нас перевозчики устанавливают тарифы не выше тех тарифов, которые устанавливают органы местного самоуправления. То бишь, они не завышают цены на вот эти пассажирские перевозки и, так сказать, своими маршрутами помогают тем маршрутам, которые установлены по регулируемым тарифам, разгрузить вот этот пассажиропоток и обеспечить бесперебойную перевозку пассажиров на маршрутах. При этом важная поправка в администрации учли интересы льготных категорий граждан. С Нового года они смогут воспользоваться правом бесплатного проезда даже на коммерческих рейсах. С Нового года вырастет не только стоимость проезда в общественном транспорте, но и тариф за вывоз мусора. А если быть точнее, с 1 января 2019 года в Заполярье вообще кардинально изменится подход к решению проблемы утилизации твердых бытовых отходов. С Нового года Мурманская область перейдет на новую систему обращения с коммунальными отходами. За сбор, вывоз и утилизацию мусора будет отвечать региональный оператор. Тариф за оказание им соответствующей услуги утвержден сегодня. Так, с 1 января 2019 года ежемесячная плата за вывоз мусора составит 133 рубля 56 копеек с жильца. Ранее сумма, отраженная в платежке, формировалась исходя из площади помещения, в котором проживает гражданин. Таким образом, новый тариф на вывоз мусора кому-то придется по душе, а кого-то, скорее всего, расстроит. Большие семьи не разорит, но по карману ударит. Ведь чем больше человек проживают в квартире, тем солиднее сумма в квитанции. С другой стороны, человек, живущий в одиночку, пусть и в огромной квартире, будет платить всего 133 рубля 56 копеек.